Приветствую вас! Тут один зритель задал мне такой вопрос, можно сказать провокационный, в тот же момент, ну где-то такие претензии. Почему я призываю украинцев воровать? Я украинцев воровать не призываю. Им правду в лицо говорю. Ребята, зарабатывайте! Зарабатывайте на войне! Пройдет война, вам внуки спросят. Дед, почему мало заработал? Где твои бабло, которое ты на войне заработал? Дед! А что вы ответите? Не получилось, внучок? Стыдно будет! Как вы не понимаете, что война все спишет? Неужели вы не понимаете, что после войны те, кто заработает больше всех, будут все в орденах, в минадах, куча селфи, что он не участвовал в боевых действиях, мало то биографии. Будет журналист говорить, ой, какой! Постойте, так он же плевать, у него бабло есть. А если есть бабло, он может купить всех журналистов. Он не будет писать, вылизывать задницу и говорить, да! Герой! Воевал! А тот, кто действительно воевал, не заработал. А такие, к сожалению, многие, они не смогут купить журналистов, их даже забудут. Не, я говорю правду. Не, я мог бы говорить ложь, которую говорят политики, что вот, вы что, зараз вас не забудет. Брут. Поймите, после войны у нас действительно будет очень много ветеранов, денег на всех не хватит. Я вам просто говорю правду. Горькую правду. Если не тай, Боже, вы стали инвалидом, могу только посочувствовать. Очень надеюсь, что ваши родные вас поддержат материально, потому что государства нет. Денег нет и не будет. Нет, то, что не обещают, это хорошо, но я просто говорю реальность вещи. Что да, к сожалению, действительно, если вы потеряли своих родных, особенно, я так понимаю, остались маленькие дети. Но государство не надеетесь. К сожалению, нет. Вся надежда, ну, на какие-то, если есть, сбережения ваши или, опять же, на помощь, ну, родных, каких-то, действительно, друзей. Вот это реально. Вот это реально. Возникает вопрос, а где родные возьмут деньги, где друзья? Только рвать. Помните, я много раз говорил еще раз, повторяю, есть прямая зависимость. Для того, чтобы много заработать, надо много рисковать. По-другому не бывает. По-большому счету, даже то, что платят там фронтовые большие деньги, это большой риск. Большой риск для жизни. Тут есть вот это соотношение. Я понимаю, кто-то пойдет рисковать, кто-то не пойдет. Это действительно, абсолютно личное решение. Не все готовы рисковать жизнью ради больших идей. Согласен абсолютно. Но, по-другому не бывает. Да, то же самое, когда вы занимаетесь сейчас бизнесом, не на фронте здесь. Это ж не тайна. Если вы торгуете контрабандой, вы заработаете всегда больше, чем работать по-честному. Если вы играете с военными тендерами, однозначно заработаете больше, чем будете работать, ну, как бы, без военных тендеров. То же самое, волонтерство, вот эти все псевдо-помощь военным. Это что же? Все же понимают, что это преступление. Но на этом зарабатывают. Война. Я много раз вам говорил еще раз, говоря, война все спишет. После войны появится колоссальное количество богатых людей, которых будет уверены награды, ордена, селфи. Журналисты будут рассказывать невероятные сказки, как они воевали. Хотя вы будете лично знать, что они не воевали. И вас будет это возмущать. Как же так? Деньги? Поймите, нанять журналистов, чтобы сделали вам мифическую биографию, это несложно. Тем более, что очень часто журналисты сами ищут таких, чтобы, давайте, мол, за ваши деньги, но, чтобы нанять журналистов, эти деньги это иметь. А их заработать можно сейчас. Да, сейчас зарабатывают. Сейчас вы читаете очень много. Там командиры обворовали солдат. Да. Что ж вы хотели? Он заработал. Там не выплатили фронтовые. Да. А что ж вы хотели? Он заработал. Там исчезла амуниция. Да. Там гуманитарка. Да. А что вы хотите от войны? Во время войны это всегда происходит. Всегда, всегда, всегда во все времена. Это было тысячу лет сейчас. По этой причине, когда кто говорит, сейчас наведут порядок, невозможно навести порядок. Этого не бывает. Даже если вы поставите 10 контролеров. Вы что, не понимаете, как она работает? Мы контролеры. Да хоть что? Контролер приходит, ему отстебнули, и он уже все слеп. Стандарт. Вообще, очень многие люди, которые, ну, как бы, в теме, знают, что надо больше урвать, тогда я со всем рассчитаюсь. Я почему лишу откаты на войны в тендерах 70-75%? Проверяющим просто стебнули, и все, и все, и не отстебнешь, будет проблема. Так что здесь проблема не в том, что кто-то плохой, а в том, что война, условия такие. Во время войны, да, действительно, сколачивают самое большое состояние. Но, опять же, ну, не какое-то воровство, это риск. Человек, ну, вот вы в казино идете, хотите выиграть. Можете выиграть, можете проиграть. Правильно? То же самое здесь. Вы рискуете. Вы понимаете, что могут и голову отшибить. Да. В некоторых случаях вы говорите, а вот бандитизм. Так как бандитизм? Ну, стрельнуть могут конкуренты. Конкуренты ваши. Ну, конкуренты уже никто не любит. Да, такое будет. Будет такая ситуация, вы урвали на войных тендерах. Не поделились, спрятались. Пацаны наняли киллера, вас хлопнули. Ничего личного. Это просто бизнес. Вы же не поделились. Все гениально просто. И так оно все живет. Так оно состроится. И чем дольше война, тем действительно больше заработок. Тут же прямая зависимость. Ну, что вы. Причем, да, кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше, кто-то рискует своей жизнью на фронте. Не спорю. А кто-то вообще ничего не зарабатывает. И рискует своей жизнью на фронте. Тоже такая ситуация. Справедливости во времени не существует. Даже если вам говорят, что мы, нет, власть всегда врет и обманывает. Всегда. По этой причине, если вы надеетесь, что власть за вас действительно что-то сделает, вы глупец. Просто глупец. А если вы умный человек, вы знаете, надо самому делать, а не ждать. И тогда получается все замечательно. Да, я понимаю, что на сегодняшний момент такая ситуация нагнетается. Я происходно понимаю, что, да, действительно война затягивается. Я происходно понимаю, что действительно мобилизация раздражает всех. И я не знаю, как наша власть будет с этого выкручиваться. Не знаю. Ну, понимаете, я в данном случае экономист, а не военный. И давать советы им, как решить проблему мобилизации, это абсурдно. Я не знаю, как решить. Я могу один совет дать. Ребята, вляпаться не надо было. Вас предупреждали много раз. Не надо это начинать. Не надо. Что вы мне рассказывали? Две-три недели? Ага. Кушайте теперь. Две-три недели. Я понимаю, что те, кто про две-три недели рассказывал и про Оргло, сейчас где? За границей. Ага. И рассказывают. Ой, мы ошиблись. Ага. Я ж вас предупреждал много раз. Много. Ребята, умненькие мои. Неужели вы не понимаете, война это дорогая игрушка. Страшная, ужасная. Даже небольшая войнушка. Что он в башку бил какой-то дурак. Что война может быть быстрая и победная. Где вы такое представление имели? Что вы с этого? Неужели так сложно было понять? Что здесь надо не допустить войны. А не вляпаться в войну. Говорит. Ну, а теперь поздно. А теперь да. Теперь только победа. Другой там быть не может. Просто быть не может. Да, если эта победа будет через 40 лет. Ну, что ж. Через 40. Захотели? Кушайте. Ну, вы же сами захотели. Не я же захотел. Я вас тысячу раз предупреждал. Ребята, не делайте. Не делайте. Будет плохо. Что вы кричали? Хочем. Хочем. Держите. Держите. Так что такая ситуация. Опять же говорю. Никого не агитирую. Никого не призываю. Зарабатывать на войне. Это ваше решение. Можете ждать побед. Раз. Можете вообще ничего там делать. Два. Можете действительно рисковать своей жизнью. Три. Это ваш выбор. Ваш. Не мой. Можете действительно задуматься, как пережить эту войну. Поймите. Войну надо пережить. Тем более, понимаете, в любом случае, да, действительно, война закончится. Ой, срача будет очень много. Как всегда. Ну, в любом случае, будут задавать вопрос. А как же так? Почему так произошло? А я буду еще раз отвечать. Я вас же предупреждал. Я же вас говорил. Что во время войны, действительно, есть шанс заработать. Много заработать. Очень много. Хотя очень много рискуете. Еще раз говорю. В любом. Вот вы торгуете паленым бензином. Рискуете. Вы торгуете военной амуницией. Рискуете. Вы играете с военным тендером. Рискуете. Вы нарушаете законы и воровываете военных. Рискуете. Рискуете. Но вы можете много заработать. Или все потеряете. Так что такая ситуация. Тро вариантов быть не нашли. Работать, не работать, решайте сами. Но запомните раз и навсегда. Никто за вас это не сделает. Государство. Государство вам только поблагодарит за хорошую службу. И больше ничего. Я вас предупредил. Я понимаю, что потом будете говорить. Ну как же. Мне же обещали. Так я бы говорить. Я же вас предупреждал. Ну все. Не буду вас больше утруштать. Благодарю за внимание. И всего наилучшего. До свидания. Витаю вас. Ну, якщо дивитесь на мой канал. Значит, щось-то зацікавило. Тому я пропоную вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульну стринку моего канала. Тиснете кнопочку спонсорство. И два пакети для спонсоров. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсоров, які хочуть подивитись прем'єрний показ есклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стриму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і нерозгареність. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну, і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте. Дякую за перегляд!